Добрый вечер! С недавними выпускниками высшайших навучальных установ. Наши корреспонденты потекавилися выказанными думками. Шакали, как молодые специалисты ближе и ознайомились с первым местом працы и сформулировали для себя все плюсы и минусы, бадая наибольшей значительной складанности за обеспечением жильем. Правда, и этот факт не вельми мощно уплывая на жадание шмат яких молодых людей застаться минавито у Гомели. Татьяна Кононова закончила Гомельский державный медицинский университет в 2013-м и сегодня працуя у одной из городских поликлиник. Девчина твердо переконана, что сделан выбор застаться у городе, а не сельской мясовости, Рост карьерный, оно будет и быстрее, потому что там нет кадров, и ты можешь приехать изначально стать заведующим отделения, в некоторых местах даже заведующей амбулаторией, но не будет такого сотрудничества, как я, допустим, могу у своей заведующей что-то поинтересоваться, спросить. Но приезжаешь сюда, не факт, что устроишься тем же заведующим. Здесь будешь обычным терапевтом, либо хирургом. Сегодня в центральном районе Гомеля денежуют больше, как 5,5 тысяч субъектов господарания. Навад з уликом того, что не усюду чакают специалистов с невеликим практичным опытом, это все равно больше великие махчимости карьерного росту. Особная размова об организации отпочинку. В опошний час у центральном районе проведены великие работы по доброапорадковании территории. Тем больше, что и у самой администрации все не затекавлено замасывать молодых специалистов. Увагу ли, зараз на первых прационных месяцах застаются коля 70% недавних выпускников ВНУ. Причим, у бюджетной сферы гэтый показчик больше высокий, чем у промысловости. Те застанецы гэтая личба на таким узровне и удалейшем спрагнозовать складана. Але у администрации пера кананы. Коли протяговать проводимую политику, проблем с кадрами быть не повинна. Создать для него максимальные комфортные условия, для того, чтобы он, во-первых, чувствовал, что он не один, что его принял коллектив, а во-вторых, создать ему нормальные условия быта. Это и жилищные условия, это и материальная поддержка для создания этих бытовых условий. И вот тогда, когда в комплексе все эти задачи решаются, можно рассчитывать на то, что специалист останется жить и работать в городе Гомеле, свяжется свою судьбу с нашим городом, произойдет так называемое закрепление молодого специалиста на месте. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Телерадио компания «Гомель». Пытание суместного выкрыстания и оховы трансграничных вод представники Беларуси и Украины сегодня обмерковали на посаджении рабочих групп обе двух краин. Перамовы прошли у Гомельским областным комитете природных ресурсов и оховы новокольного сяродзия. И какие выники этого года и суместные планы на будущую в материале Ганны Ковалевой. Этот год уводил историю, как рекордные паузрувные воды у гомельских реках. Специалисты отзначают, показчики критичные. Замес нормы у 600-700 миллиметров опадков в этом сезоне выпало от силы только 40. И такая картина не только у Гомельской области, а и по крайней целом. Практично по всей Беларуси было припынено судноходство. Разом с тем, представники Министерства природных ресурсов Супакуевают, от этого якость воды у наших реках за год горш не стало. Если говорить о Гомельской области, самой грязной по Гомельской области была река Уза. Так вот, за последние пять лет достаточно серьезно улучшилось качество. То есть это говорит о том, что проведены мероприятия. То есть прошла модернизация очистных сооружений. Новые обсталевания для очистки воду коронели у Гомеля и Будакашалевы. Очищальные сбудования ж у Мазыры охопливают стеки Ельска, Нароли и Калинковича. Эта информация прогучала нас устреча рабочих групп по охове вод и контроле их якости в Беларуси и Украине. Выники своей працы представили специалисты краины-суседки. Особливая увага там надается радиационному мониторингу якости подземных вод у зоне очужжения. Все мероприятия природоохранные там осуществляются. Это и состояется контроль за состоянием дамб оболования, которые для того, чтобы вода не попадала за дамбовое пространство и не было у нас смыва загрязненных территорий в реке. Все это работает, отдельная служба у нас есть. Норма по якости воды рады и нуклидам у двух краинах однольковые. Яны заховали ся из шест часов Советского Союза. Это дозволяя Беларуси и Украине говорить на одной законодавшей мове. Разом с тем, поступово в правовых базах у сёж отбываются смены. Так, в Украине заразы де адаптация законодавства до Европейского Союза. Темчасом у Беларуси 21 мая гетага года уступил силу новый водный кодекс. Такие ж сустречы дозволяюць анакеровать працу тьбу краин у одноречиша – деля огульной мыты, захаванне водных ресурсов. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня на Гомельщине почалася практичная реализация областного доброчинного проекта «От чистого сердца 2». Его мета – оказание допомоги молодым инвалидам, які проживаюць на території в области. Першой акцией стало запрашення людей с обмежеванными махчымастями у картинную галерею з уручэнням подарункаў. Олег Сенцеропа цікавіўся планамі організатораў. Проект «От чистого сердца 2» протяг аналогічного проекту, які реализовувся ў минулым годі. Правда, тады подарунки корыстной речі збіраўдя для малозабеспеченных і шмаддетных сем'ів, а таксамы беженців з Луганскай і Донецкай областей. Зараз ў центре уваги молодые инвалиды. Першыми ўдзенниками акцией стали люди с обмежеванными махчымастями, які проживаюць ў домі-интернаці Василівка Гомельскага района. Капазнаўміць творчыць сучасцок мастаков і уручыць подарунки. Мы должны сьогодні этим людям, люди, которые имеют ограниченные возможности, показаць им, што всё же мир наш, наверно, добрее, і люди наши добрее, і адзывчевее. Удзеннікі акциў прознаюцца. Для шматкагозых ўбаченне саправданне адкатё. Нічого аналогічного я ины ў своім житі яшчы не бачили. Особливо великое ураження пасля знаўмца за картинами святагорской мастачки Любови Руснак. У жанчыны не працуюць руки і ноги, а таму пачас работы над творами ўна трамай пендзель ротам. У некім родзе гэта таксама падарунок на конкретном прикладе перканадца, што інваліднаць гэта не прыгавор. У нас была учительница, она историў преподавала. Она без одной ноги и без рук была. С протезами ходила, короче, тоже рисовала ногой и писала ногой. У меня такое сейчас ощущение. Где-то даже легче, душой даже легче. Што я так вот говорю, мне даже душой легче, што я здесь. Сегодня на Гомичине проживаюць коля 600 молодых инвалидов. У рамках проекта «От чистого сердца-2» для их меркуеца организовать некакі ранечников. Тым, хто праехаць не зможа, урочаць падарунки памісца жыхарства. Головны не пакінуць нікого без уваги. Общение тех людей, которые оказались даже вот в интернатах, они хотят общаться с теми людьми, которые живут в семьях, с теми же детьми, с теми же общественными объединениями. Для них это огромная радость. Добрачынная акция «От чистого сердца-2» притягнется до 13-го студеня. Сюлита яна проходить под патронажем областного выконавчика комитета. Сирот организаторов так само телерадиокомпания «Гомель», областная организация «Червоного крыжа», Гомельская епархия Беларусской православной царквы. Не бояковась далёсу інших. О почне годы гэта становится адметной рысой жыхаров Беларуси. Некто може лечить гэта саправды неверогодным, але шматы, які молодые инвалиды, никогда не были бы дай у самом знакомитом месте Гомеля, на территории Палацево-паркового ансамбля. По великим рахункам им не хватает обычных человечек-зносин. Добрачынный проект «От чистого сердца-2» закликан на хотя бы частково выправить гэтую ситуацию. Даречи, аквирование для молодых инвалидов сегодня принимается во всех организациях «Червоного крыжа». Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадо-компания «Гомель». Глядзите сёня у эфиры телеканала «Беларусь-4» новый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Як и, звычайно, гости студы расповядутся об самых ярких и цікавых подеях життя областного центра. У першой части программы размова пойдёт про модельный бизнес и об конкурсах при Гажосте. Поспехи гомельских моделев и дизайнеров на национальном и международном узруне. Другий блок журналисты телерадо-компании «Гомель» присветить информации об адраджении историко-культурной спадшины Гомельского района и реализации тут аддукационного проекта. Глядзите программу «19.00» на «Беларусь-4». Напереды дни свята Нового года и ко с нецерпением чекают и дети, и дорослые, Гомельский палацево-парковый ансамбль вырышил зарабить подарунок своим наведвальникам. Тут открылась выстава «Хэндмейд», вырабав от Гомельского клуба рамесников чароные подарунки. Прыгожая прадметы хатнига декору, оригинальные саморобные сувениры и эксклюзивные упрыхожвания. Экспозиция «Чароные подарунки» гэта уникальная макчымасть познайомится с творчастью талиновитых людей, які умеют рабить неординарные речи своими руками. У делу выставе проймают больше, як 20 майстро з розных кутков Гомельской области. Гэта представники як сучасных, так и традиционных беларуских храмеуствов. Яны демонструют хэндмейд, упрыхожвания с бисера, камянё, скуры и футры. Паштовки, выкананы у технице, скраб-букинг, интерьерные гульнявые ляльки, аутерская мыла и свечки, а так само множество інших креативных саморобных экспонатов. Гомельский клуб «Рамесника» у «Чароные подарунки» был заснован в 2013 году. Заразу его выходят больше, как 40 майстров з усёй Гомельщины. Регулярно клуб организуя областным центры выставы, супроводжаючи их театрализованными шоу, майстер-классами, выступлениями творчих коллективов. До того же дельники клуба делятся помеж собой в опытом и демонструют свои оригинальные аутерские напроцелки на международных выставах-кермашах. Мы участвуем в различных проектах, не только в Гомеле, а мы участвуем, можно сказать, на международном уровне, потому что есть такие магазины, как «ИЦИ», ярмарки мастеров международные, где наши мастера представляются и где для популяризации клуба и нашего вида творчества мы собираемся в группы и там представляем наши мастера, потому что всегда легче вместе продвигать свои изделия, чем кому-то одному где-то там пытаться все по отдельности делать. Прошли матчи 1-8 финалу розыгрышу Кубка Беларуси по мини-футболе, правда с пираменным поспехом для клуба у Гомельской области. Рахачевский МКК пробиться в наступную стаду не смог. На свою территорию он заступил в Ахове Динамо 4-10, а в ВРЗ дома разгромил столичный клуб Динамо БНТУ 5-1. Матч проходил в спорткомплексе «Лакомотив». Одразу после этой пары на пляцовку вышли БЧ и Агрокомбинат Паудневые. Гэты матч 1-8 Кубка Беларуси по мини-футболе перетворылся у Гомельской дерби, докладней дерби Гомельского района. З одного боку тешила, что хоть одна из команд региона абсолютно докладно позмагается у четверть финале. З іншого один клуб так само докладно застанется ни с чем. З усім недавно БЧ и Агрокомбинат Паудневые состракались у рамках национального чемпионата. Болельщики чекали, что гэты матч станет ремейком поединку 11-го тура. Тогда после напруженной борьбы перемогли чекуношники 4-2. Паудневцы имели на меру взять реванш, да и на проходу четверть финал был только один шанс. Але до конца першого тайма лих бы уже 1-1. Тяжелая борьба, тяжелая игра, хорошая самодача команды соперника. Ну, видите, немножко как-то нам в этом чемпионате не получается забить, уже даже пустые как бы не можем попасть. Ну, ничего. Главное, есть моменты, есть это, чуть-чуть психологически чуть-чуть разгрузиться. И я думаю, что нормально. Ребята молодцы, старались, смотря на то, что не получается. У целом, по равнанию с попередней встречей, паудневцы выглядали крыху больше пыльнина. А вот БЧ допускала множество помылок. Некольки разу оказывались нерализованными, а маль стопроцентные моменты. Чекуношники били мимо пустых ворот. Тем не меньше одного выдатного розыгрыша им хапила для другого гола. Аутором якого стал Микит Андреевский. Со скрипом, а лечу, чекуношники пробились в четверть финал. Кто будет их соперником, пока не вядом. Не вядомо и то, и с кем будет зручнее гулять БЧ. Честно сказать, тяжелый вопрос. С мопидом вроде бы мы и выигрывали, и столицу в том году выигрывали, да. Но тяжело. Я, честно говоря, даже предпочтений никому никаких не отдаю. С кем лучше, с кем удобнее. С кем будет, с кем будем играть, к кому будем готовиться. Вольга Вальченко, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Новины регионы, информацию АП в проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гетем выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры.